Давайте теперь посмотрим, где мы с вами были. Вот они три горы, видите, выходили. Вот это самое уникальное месторождение. Теперь вы знаете, что справа Шмитиха, посередке Рудная, слева Пустиха. Прямо незнаменитый, да? А вот это вот новый город, современный Нориск, город комфортного проживания, лучше, чем столица Аляски, город Нов, как говорил Сталин. Вот он начинается. Первое творение, ну первое творение это был Биттер, а вот это уже следующее творение Витольда Непокачискова и Лидии Миненко. Посмотрите на всю эту прекрасную архитектуру и давайте поймем вот что. Дело в том, что несмотря на такой жуткий медицин, жилья, медицин опять неправильно, отсутствует жилья, денег на риску, на строительство жилья не давали. Центральные власти говорили, вам зачем, вы же влагерь. Вы же зона? Ну ладно, а на суд сколько надо будет? Дадите денег? Тем более, зачем вам библиотеки, кинотеатры, стадионы и все такое прочее? Так а что же нам делать? Вот мы вам выделим сумму, а вы внутри этой суммы крутитесь как хотите. И тогда Непокачиски придумал дома гибриды. Посмотрите вот на эти самые дома, поглядите на них. Кто-нибудь из вас может определенно сказать, что вот за этим окном? Квартира или нет? Техническая библиотека. Давайте еще раз. Техническая библиотека. Во всей этой части. Магазин. Жилые квартиры. Дальше станет здесь, чтобы прожить торговлю. Внизу. Внутри квартиры. Внутри квартиры. Два магазина внизу. По внешнему виду. Где что. Мы не скажем. Весь сотской быт спрятан внутри некого строительного объема. Определенно сказать, что это жилье. Мы не можем. Весь сотской быт спрятан внутри некого строительного объема. Или сотку сбыт. Но сотку тоже нет. Не то. Не то. Не то. Гениально. Правда? В исторической части таких домов по процентов 80, наверное. Уже потом, когда начали выделять деньги отдельно, они начали сепарироваться. А пока. Пока вот так. В 1947 год. Первый дом построен вот этот. Сюда начали заселяться люди. Потому что дефицит вы знаете какой жилья. И здесь начали образовываться коммуналки. А коммуналки в Норильске это не совсем то, к чему мы привыкли по всей нашей стране. Дом со всеми неудобствами. По другому его даже не называли. Потому что здесь было электричество. Но здесь не было воды. Канализация. Вот здесь вот колонка. А вот там вот во дворе туалет на улице. Зимой. Минус 40. Туалет на улице. В течение полутора лет. Вот то помещение. Где у нас унитаз. Это живое помещение. И то где ванна. Это тоже живое. И на колесорах. И на колесорах. И разница на многократно в разных источниках. Вот такие вот жуткие условия. Дом со всеми неудобствами. Через полтора года туда провели. И канализацию. И водоснабжение. Все наладилось сегодня. Это одни из самых востребованных больших квартир. При всем при том. Я сам не пока очистки в этом доме. Забрал себе пятикомнатную квартиру. Ему же. Завинякин сказал. Построишь, живи. Построил, живи. Все совпадает. Все нормально. В одной из комплексов. Сделал бильярд. Это о социальном правительстве. В Советском Союзе. Для понимания. Кстати, во всех остальных домах. И в этом тоже. На кухне есть так называемые ольговые ниши. Для присутствия. Когда этот комплекс весь был сдан. В сорок восьмом году. То, конечно же, это были самые красивые дома города. Почему это въездная площадь. Знаете, меня тоже не знали. Тоже многие спрашивают. Особенно приезжие. Вот вы почему-то не спрашиваете. Вот Ленина видите, Владимира Ильича. У всех один и тот же вопрос. Ну почему стоит спиной, извините, груб? А все очень просто. Потому что тогда, когда весь центр жизни был. Вот там, в аварийном поселке. Электричка из аэропорта приходила тоже туда. И люди приезжали. Он встречал людей. А в более позднее время. В советских семидесятых. Вот здесь вот. Был локзавчик небольшой. Актябрьский Аркучий так назывался. И тоже люди приезжали оттуда. И заходили в город. Вот с этой самой стороны. Кстати, памятник Ленину. Он у нас тоже не простой. Как вы знаете, в советское время. Лепить вождей, кто попал, не мог. Это регламентная вещь. Было определенный пул. Скульстеров, художников. Который бы разрешалось рисовать подтвержденных вождей. Именно такой, никакой иначе. Все остальное копии. Сергей Меркуров. Знаменитый эскультор советского времени. Сделал Ленина для, если вы знаете, в Москве планировался дом совета. Гигантское здание в Заряде. Где на 100-метровой такой вот колонне должен был стоять 30-метровый Ленин. Здание не построили. Оно так осталось в проекте. А вот тот самый Ленин, Меркуровский, был уменьшен. Не привезет на риск. Вот он. Это его копия. Поставлен он здесь был 21 января 1954 года. Почему в этот день? 54-го января. У тебя есть советский человек? 21 января 1954 года. А Сталин когда умер? Памятник Ленин уже. Нет, я про то, что Хрущев тогда еще не развенчал ничего. 30 лет со дня смерти. 21 января 1924 года. В вождь скончался. В 1924 году мы здесь поставили ему памятник. Сам Лепокаячистский был в шоке. Ботово Ленина уменьшили настолько, что он не вписывался в эту площадь. Слишком маленький. И поэтому вот этот постамент, такой вот невзрачный. Не по центру. Он целый месяц разрабатывал. И так его, и сяк. Ну, как-то уравновесило. Во всяком случае, если пальчик не показывать, Вроде как все получается. Пойдемте во дворе. Он подглядывает в окна второго, третьего этажа. В бильярдную хочет, туда похоже он. С тех самых пор. Да. Вы здесь живете, да? Не совсем. В Казани. Чуть дальше. В данный момент. В данный момент я вообще иду. В Норильске в гостинице. А, они здесь, да? Потому что вот сейчас есть гостиница, а раньше это был дом политпросвещения. А вот эти башни наверху, близнецы, это были конференц-залы. Понятно. Так, не растягивай. Вот это такое чудо. Вот вы едите, вы едите на каком-то. Вот они вот рига. Какие у тебя странные смотрят. Вот люди из автобуса. Почему? Не знаю. Чего ты у меня спрашиваешь о двигании автобуса? Ага. Все. Я вообще, если бы ты мне не сказал, не подметил этому факту. Меня вообще все устраивает. Странно смотрит. Если будут бить, отбивай меня. Я занят делом. А запах-то, а запах-то. Магазин мебельный. Да. Мы его видели вчера. А запах не мебельный. Разве только если этого ЛДСП вонючего. Ой, какая прелесть. Какой двор хороший. Мы вчера не зашли. Вчера солнце не был. Особо. Повезло нам, Лех. Повезло нам, Лех. Знаешь, как в том этом? Ему, говорит, в битве за Саратогу две руки оторвало и ногу. Он на койке лежит под себя. Он смердит. Повезло ему, ребята. Ей-богу. Ужин, да? Ой, не дает ходу. С удалось его. Шастливче. Нет, ну... Мне кажется, или раз стало меньше? Конечно. Количество прибавших на экскурсию должно хотя бы приблизительно равняться количеству... Нас, практически. Закончивших. Дмитрия увезли в агентство. Ладно, в агентство. Увезли. Не потерянные. Я говорил ему, альпинизм не до добра не довезет. Итак. Во-первых, господа экологи, хочу обратить ваше внимание, когда в Норильске говорят, вот у вас зелени нет, у вас асфальт. Пожалуйста, вот. У вас ничего не растет. Вот почти что правильно. Просто никто не занимается. У нас зелень вообще, вот вообще никто ничего не делает. С каждого плачка вылазит. Если этим заняться... У нас когда-то... Я, если успеем, покажу на улице Зеленягина. Там просто были гиданские газоны во дворах сделаны. И там все росло как надо. Все было прекрасно. Высевалось, вырастало. И все было... Но здесь мы совсем с другой целью. Целью и темой. Смотрите. Вы видите вот эту красоту? Да. Причем изнутри во дворах даже. Прям приятно. И норильчане, и гости города постоянно спрашивают, зачем во двор спрятали вот такую вот прекрасную архитектурную барочную школу и вот эту вот балюстраду, да еще с этими типично норильскими вазонами. Раньше мы по тем крышам стояли, после реставрации убрали вот эти вазоны. Вот эти все малые архитектурные кормы почему-то стоят во дворе. Ну, во-первых, сама школа. Эти домов-то должно было быть, наверное. Вы точно не были на моей экскурсии еще? Первый раз. Читал, наверное. Читал. Читал, непонятно. Не, ну, а какое еще объяснение-то? Ну, ладно. Итак, вот смотрите, первые дома города, как я вам говорил, их было восемь штук, двухэтажные, такие вот длинные. Да, там были квартиры, там уже было тепло, центральное отопление Но в магазин, в школу, на работу, это 3,5 километра Автобусов не было Потом уже пустили автобусы, один раз в день туда-сюда ездили, дорогу кое-как чистили Школа тоже там? Да, я же прошу Там же комбинат только Там вся жизнь была в аварийном поселке, все было там Здесь просто поставили 8 домов Этим домам надо как-то было выживать Поэтому они у себя на первом этаже выделили одну квартиру под магазин Одну квартиру под детский сад, одну квартиру под школу И таким образом выкручивались Потом начали пристраиваться вот эти вот дома Трехэтажные, четырехэтажные, целые кварталы Куда-то же надо было детям И процесс, у меня так проблема школы назрела настолько сильно Что в 1949 году на Рильчане построили первую школу Вот она так и называется, школа номер один Давайте с вами в сроки сейчас Сгубы, по-другому не могу сказать 20 мая 1949 года сюда приходят строители 20 мая, 1 сентября этого же года Дети идут в школу, где уже парты, доски, мел, зимний сад, учебники, учебные пособия Она только не была штукатурена Три месяца всего Три месяца и десять дней Сегодня такое возможно? Нет Только в Китае Однозначно А что такое метод народной стройки, вы знаете? Все Круглосуточно Вот здесь От трех до пяти Абсолютно все Абсолютно все жители вот этого самого горстроя Собирались и после работы занимались тем, что клали кирпич, жгли костры Это круглосуточно все это происходило Вот это все строилось Подвоз материала был бесперебойный И не развалилось И просто не развалилось Это одно из самых мощных зданий Это скальные основания Мало того, даже чучело медведя там поставили в биологическом кабинете И 1 сентября дети уже в школу пошли Метод народной стройки, он был еще применен в старом городе Вот там, в аварийном поселке Таким образом строили в 1948 году спортзал Закрыт Это так понравилось, так получилось Что в 1949-м таким же образом построили школу А в 1950-м, в следующую, четвертую школу Правда там за три месяца и двадцать Рекорд не удалось И обе школы Ну четвертая, правда, сейчас не в очень хорошем состоянии Ему будут реставлировать А это, вот слава тебе Господу И вот такую прекрасную балюстраду здесь сделали Потому что, совершенно верно Вот этого здания не должно было быть Улица Севастопольская Которая была построена в 1942-м году Как всегда Одна из самых красивых улиц города Норильска Она должна была фронтироваться вот этим ансамблем Улицу Севастопольскую строили армянские архитекторы, заключенные Качар-Качарян и Мазманян Вот я вам сейчас буду рассказывать немножко судьбу вот этих всяких людей Я должен был понимать Кто за дело сидел, кто не за дело Мы сегодня не можем давать оценку вот этого всего Но тем не менее В 1936-й год существует так называемая Закавказская республика Куда входят Армения, Грузия и Азербайджан У них свое законодательство Поэтому законодательство их отправляют в Италию Один из них главный архитектор Армении А второй председатель союза архитекторов Друзья Их третий друг вообще, Каруа Лабян Главный архитектор Советского Союза О, какие люди Их отправляют в Италию изучать барокко Целый год Они шатаются по Италии Изучают барокко Прекрасно себя чувствуют Возвращаются А Закавказская республика Не существует Распалась на три Они возвращаются в Армению А в Армению По которому они враги вражеские Их берут, упаковывают и везут в Вологду Как лучших тренеров? В Вологду А Вологда это не на рис Вологде это нет И Каруа Лабян Главный архитектор Советского Союза Это понимает И добивается того Чтобы их по блату отправили в Норильск Где они не просто выживут А еще и будут востребованы Как архитекторами Так и получилось И вот улица Севастопольская Была построена при участии Вот этих двух человек Которые сделали впервые В Заполярье Улицу Так называемой Армянской верандной архитектуры Армянская верандная Когда сюда приехали первые американцы Мы могли глазам смотреть По крайней семье Таких условий Верандная архитектура Там не было ни штукатурки Ни штукатурки Ни краски Красный кирпич Серые бетонные Эти самые столбы И такие же серые Малые архитектурные формы Красота неописуема На старых фотографиях Если захотите Найдете Не сохранилось Не сохранилось Именно потому Что строили Без учета Вот этой особенностей Это был 42-й год Тогда еще Свойные фундирования Только-только Михаил Васильевич Начинал Придумывать Тоже Попробую вам об этом А вот не осудили бы Неизвестно бы Кто построили еще У нас таких много У нас таких много Гениальных людей На секундочку Забегу вперед И скажу Что за строительство Норильска В 66-м году 11 наших строителей Получили Ленинскую премию Я думал сроки 11 66-й Секундочку 66-й Получили Ленинскую премию Из них Шестеро Это заключенные Заключенные При ключевых постах На комбинате И в строительстве Это норма В Норильске Всегда ценили Людей Вне зависимости От их статуса Это надо понимать Ну что Ленинскую премию Кто работает Ни на что не отвлекается Никаких дел Ничего не мешает Это понятно Я про то Что Ленинскую премию Заключенному Человеку без статуса Они уже были К тому времени Освобождены И реализированы Но тем не менее 64-й Пойдем Тут не каждому Этому Свободному Архитектору Ленинскую премию Не все и заработали Не все и заработали Очень тяжело Заработать Ленинскую премию Ты вон На Нобелевскую Посмотри Бараку Обаме Выдали За мир Я шутка Извините Вот это Балюстрада Ну не эта А вот эта Она должна была быть Красотой И венцом Улицы Севастопольской У нас все меньше и меньше Мы растянулись Как этот Как караван верблюдов Норд Консалтинг И П Пешков Прикольно Что за Норд Консалтинг И П Пешков Архитектурный Наверное Вряд ли Бизнес Планирование Смотри Все кабельные трассы Все по наружке Потому что Дома Были Не электрифицированы Получается Подземки Нет Нет Подземки Все Прогладывает Подземки Какая красота Леха Мы сюда не заходили Сегодня вид Прям Нарядный Торжественный Леху не дошли Про балкончики Я Если что Все пишется Я все твоей жизни Расскажу Это не я Не я Спасибо 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 Да Шикарно Девка Со мной услышала Что ее Мешила Остыла в лице Вдруг чего А ничего А ничего А мы про знания Опять Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова